Дорогие друзья, добрый день, меня зовут Павел. Это видео будет посвящено ответу на вопросы, которые мне задали в комментариях. Как приучить собаку к громким звукам, таким как взрывам от петард и звукам грозы, удары грома. Приучение ко всем звукам, громким, ко всем раздражителям, на которые собака может реагировать, приучение ко всем раздражителям нужно начинать постепенно. То есть мы выявляем, с чем у нас у собаки, например, проблемы. В данном случае мы рассмотрим на варианте, ну, как уже сказали, взрыва петард. Тем более это достаточно актуально будет, потому что скоро зима, то есть потому что сейчас уже сентябрь, середина сентября. Зима скоро будет, будут везде хлопушки, фейерверки. Соответственно, для некоторых собак это вызывает очень большой стресс. То есть они становятся нервными, неуправляемыми, некоторые прячутся, пока они не успокоятся, никак с ними не получится взаимодействовать. Ну и так начнем. Значит, смотрите, если мы говорим, что нужно нам приучить собаку к взрывам от петард, то один из способов, как это можно сделать, это сделать так, чтобы вот эти хлопки, звуки, вот эти громкие удары, там вот это, ну, все, все, что сопровождается взрывами петард, стало нормальным, привычным, естественным. Делать это нужно очень аккуратно. Блин, ветер. Ветер. Тихо, кобра! Делать это нужно очень аккуратно, не спеша. Главное, чтобы не сделать хуже. Значит, дорогие друзья, у меня помощник появился. Как я уже сказал, да, гу-гу-гу. Основная задача, то есть, сделать для собаки вот эти звуки, хлопки, привычными, естественными, чтобы она не пугалась. То есть, мы приходим на площадку, это должно быть знакомое место, где собака максимально спокойная, на которое у нее хорошее послушание, потому что нам нужно будет делать небольшую провокацию, то есть, придется как-то имитировать вот эти хлопки, звуки, ну, в смысле, как имитировать? Где-то очень вдалеке, максимально далеко, чтобы эти звуки были изначально очень тихие, придется, там, там, например, там пакеты взрывать. Ну, вот такие вот, как это, наполняется воздухом, хлопается, он же издает громкий хлопок такой, похожий на взрыв небольшой петард. Мы будем, как бы, провоцировать вот эти звуки и приучать собаку, что это нормально и хорошо. Делать мы это будем, как я уже сказал, то есть, делать вот эти вот звуки, небольшие взрывчики. Аккуратно, Артур. Да. Нет, не надо трогать. Нет, нет, не надо. Вот можешь вот эту трогать, а эту не надо, я записываю видео. Да. Вот, соответственно, будем делать такие небольшие взрывчики и один из основопыхающих фактов, который нам поможет, нам надо будет перенаправлять внимание, концентрировать собаку на себя. То есть, условно говоря, нам понадобится какая-нибудь хорошая игрушка его знакомая, на которую он хорошо реагирует, корм, какие-нибудь очень хорошие вкусняшки, которые используются в тренировках. Делаем вот эти очень вдалеке хлопки, чтобы собака привыкала вот к этим звукам. И как только происходит взрыв, смотрим, как собака реагирует и, например, даем ей лакомство. То есть, мы приучаем к тому, что, например, если произошел звук, то такой хлопок, то мы ее вознаграждаем лакомством, показываем, что, да, что все нормально, все хорошо. Да, Артур, молодец. Да, да, значит, мы показываем, что все хорошо, вознаграждаем ее. Мы, условно говоря, проводим обычные занятия, тренировки вот на площадке, но с учетом того, что иногда происходят вот такие вот провоцирующие хлопкие звуки. И постепенно, когда собака вот сначала она в удалении вот слышит эти звуки, спокойно она их научилась реагировать, значит, можно подойти поближе. То есть, ну, по-любому понадобится какой-то второй человек или кто поможет, потому что одному это будет сложно сделать. Значит, как я уже сказал, то есть, мы приучаем собаку, что вот эти вот хлопки, звуки, которые сопровождают обычно вот эти фейерверки, петарды, это все нормально, все хорошо. Начинаем с малого и к большему, то есть, мы не позволяем собаке концентрироваться и как бы впадать в панику. Мы всегда следим, в каком состоянии находится собака, переводим ее всегда внимание на себя, то есть, отдаем ей команды, то есть, очень хорошая, хорошо работает команда «Смотри на меня», то есть, которую я часто пользуюсь, например, когда собак кормлю, то есть, я перевожу их внимание не с еды, на себя, чтобы они слушали, что я им говорю. Точно так же работаю здесь, то есть, переводите внимание собаки на себя, хвалите ее, поощряете, дайте максимально положительную обстановку, чтобы она поняла, что, условно говоря, вот эти хлопки, как бы это все нормально, все хорошо. И так постепенно, с увеличением громкости и интенсивности, можно добиться того, что собака спокойно будет реагировать на такие звуки. Естественно, надо понимать, что существует предел, выше которого, например, собака не сможет вытренироваться к спокойному отношению к этим хлопкам. Это в большей степени еще от собаки зависит, от ее характера, сможет ли она спокойно реагировать на такие хлопки. Но максимально, насколько это возможно, успокоить собаку, чтобы с ней можно было спокойно гулять. Сможете ли вы спокойно стоять на площади, где взрываются петарды и пускают салюты, это уже будет зависеть от того, сколько вы захотите потратить времени на то, чтобы приручить собаку к этому. Вот, и от самой собаки будет зависеть. Помочь, чтобы можно было спокойно гулять, чтобы у собаки не было паники. То есть, это вполне возможно. Ущел очень хорошо помогают тренировки, когда просто с собакой ходишь по очень людным местам, где машины ездят. Ну, видимо, не по дороге, а по пешеходной зоне, где это разрешено. Где машины ездят, гудят, люди ходят. Вот эти всякие раздражители вдоль железнодорожных. Рядом вот мы иногда на выставке ездим, и там очень часто почему-то рядом с железнодорожной станцией, и мы с собаками гуляем, и там поезда ездят, гудят, машины гудят. Все это громко на надо, и собаки спокойно на это реагируют, потому что они к этому приучились постепенно. То есть, мы начинали по чуть-чуть, то есть, сначала мы по двору гуляли по спокойному, потом мы выходили на обычную дорогу дворовую, гуляли вдоль нее, смотрели, как там люди ходят, машины ездят. Потом уже начинали гулять по таким площадям, то есть, по улицам, где канонада, шум, гам и хаос. Вот так вот постепенно увеличивая, можно получить определенный результат, который уже будет, как я уже сказал, зависит от собаки. Вот недавно салюты были, и из всех собак только Зохан немножко нервничает, когда вот слышит такие салюты. Был он где-то примерно в 150 метрах от нас, то есть, это было прекрасно видно с нашей веранды, и, соответственно, собачки очень хорошо на это реагировали, ну, кроме Зохана. Но это мы еще с ним потренируемся. То есть, как я сказал, вот это один из способов, как приучить собаку, чтобы это было спокойно, самое главное это делать плавно, аккуратно, не перетруждаться. То есть, не надо стараться, чтобы это было все сделано за один день, это должно быть плавно. То есть, на примере того, как мы с Кобой, который боялся, не то что громких звуков, когда рядом с ним ногами шаркали, то есть, люди сзади шли, то есть, он оборачивался, смотрел, переживал, что это такое. Вот таких звуков, когда машина гудела. И мы, как я уже говорил, начинали с тихого двора гуляли, потом начали ходить вдоль дорожек, потом вдоль трассы, и уже потом смогли спокойно ходить по городу, где вот много людей, шум, гам. Во время того, как мы ходили, собаку я особо, ну, Таджи Александрович, собаку я вообще никак не напрягал, мы просто ходили, он нюхал, смотрел, я его подзывал, мы проверяли команды, то есть, рядом ко мне, я его подхваливал, подкармливал, то есть, создавал максимально положительную обстановку, чтобы он максимально комфортно себя чувствовал. Опять же, немножко вернемся к взрывам от петард. Еще немаловажный момент, когда вот эти вот хлопки будете делать, ну, уже когда будете от имитации хлопков, там, вот эти там пакеты бумажные всякие такое взрывать, перейдете к слабым петардочкам, также издалека, то нужно еще собаку приучить к запаху, который остается вот от этих петард. То есть, условно говоря, там поздревали вот эти петарды, потом сходили в то место, чтобы она могла все это понюхать, для нее этот запах стал привычным. Запах тоже достаточно резкий, специфический, он может отпугнуть собаку. Получается, вот таким манером можно приучить собаку к этим, к звукам петард. К звукам грозы тут, как бы, по такой же, по такому же принципу все делается. Если, получается, началась гроза, то есть, собака начинает нервничать, переключайте внимание на себя, хвалите ее, подкармливайте, то есть, попробуйте сделать с вас обычные простые команды. Сидеть, лежать, там, дай лапу, то есть, не давайте собаке концентрироваться на вот этих хлопках на громе, на грохоте молний. Или на грохоте грома, да, на грохоте грома. Чем больше вы сфокустируете внимание своей собаке на себе, тем менее значительным для нее станет вот эти все раздражающие факторы. И, соответственно, также постепенно, по чуть-чуть, это приведет к положительным результатам. То есть, тут главное по этапности постепенность. Запастись какими-нибудь вкусными вкусняшками, там, теперь печень вареную, курицу вареную. Делите на маленькие кусочки, собаки очень хорошо любые на них реагируют. И занимайтесь, тренируйтесь, делайте то же, что и делать в обычной повседневной жизни. То есть, с учетом того, что вот эти вот громкие звуки, неважно, это петарды это, будут сопровождать. И собака постепенно привыкнет к тому, что это будет нормой. Главное, постепенность и плавное увеличение нагрузки. И тогда это все будет спокойно, без истерик и без скандалов. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok